Доброе утро, добрый день, добрый вечер, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Спасибо, что смотрите мои видео. Я здесь в своей новой квартире, и если вы следите за мной на Инстаграм, то вы уже знаете, что это моя новая квартира, в которую я переехал. Сейчас я здесь все настраиваю, чтобы записать стримы и видео для моих подписчиков, кошелька Pandora и DaVinciJ15.com, ну и, конечно, для держателей токена DJ15. Сегодня я запишу короткое видео, где я буду говорить о том, что мне на умеем, о том, что я узнал о биткоине и о разных интересных вещах. И, знаете, люди постоянно мне задают разные классные вопросы. И одна вещь, которую они хотят узнать, и они спрашивают, эй, DaVinci, биткоин и все, что с ним связано, разве это не теория большого дурака? Где ты продаешь кому-то по цене дороже, и он покупает по этой цене дороже. И я такой, окей. Вот что я здесь упускаю. Окей, окей. Давайте разберемся. Итак, вы мне говорите, что деньги, которые у вас на банковском счету, вы можете с ними сделать что-нибудь, кроме того, когда идти к кому-то другому? Вы можете с ними сделать еще что-то? А, вы не можете. Окей, окей. И, естественно, вы не хотите получить наибольшую пользу от этих денег. Вы хотите получить наименьшую пользу? Да, конечно, нет. Вы хотите получить наибольшую пользу от этого банковского счета, что означает, что эти деньги должны увеличиться в ценности, чтобы вы смогли получить больше, чем вы могли бы получить ранее. И вот что дает вам биткоин. И намного проще и понятнее. Потому что вы измеряете все в долларах, думая, что это реальные деньги. Но это не реальные деньги. На самом деле, это деньги, которые теряют ценность. И это уничтожает ценность. И из-за этого вы фокусируетесь на том, чтобы получить доллары. Потому что их принимают в магазинах. И я понимаю. Я понимаю, вы видите то, что видит большинство людей. То, что находится перед ними. Они не могут думать на долгосрочную перспективу. Они не могут предвидеть то, что случится в будущем. Они могут только осознавать то, что случилось сегодня. И так будет продолжаться длительное время. И я понимаю, я понимаю. Все хотят верить, что они будут жить вечно. Но вы не будете, не так ли? Все хотят верить, что все останется так, как есть. Но так никогда не бывает. Все меняется. Посмотрите на меня. В один момент я в Тринидад, затем я в Канаде, затем я в Чили, сейчас я в Дубае. Я живу в Дубае. Все меняется. И вы должны это отпустить. И понять, что так же, как все меняется в вашей жизни, когда вы взрослеете, то же самое происходит с валютой. Валюта существует, затем она умирает. У нее есть срок эксплуатации, и затем она умирает. Почему так происходит? Почему валюты всегда умирают? Да потому что они контролируются человеком. Это просто обещание людей. А насколько надежны обещания людей? Посмотрите, пример за примером вы можете видеть, что обещания все время нарушены. Всегда-всегда нарушены. Я быстренько выйду на террасу, чтобы показать вам этот красивый вид. Вот Бурдж-Халифа. А, вот она. Вот она. Бурдж-Халифа. Да, мне нравится это место. Это классная комната. Ну, на самом деле, это двухкомнатная квартира. И я останусь здесь на некоторое время. Итак, как я говорил, обещания людей все время нарушаются. И не только потому, что они хотят. Да, просто из-за разных форс-мажоров, из-за воли Божьей. Или потому что у них тоже заканчиваются деньги. Прямо как у правительства. И происходит то, что правительство имеет привычку тратить непосредством. Происходит ли это сейчас? Как вы думаете, что-нибудь из этого когда-либо произошло? Оу, подождите. Разве правительство США это не делает прямо сейчас? Давайте просто напечатаем деньги, чтобы раздать их людям, корпорациям. И еще людям, и еще больше корпорациям. О, мой бог. Да, это мир, в котором мы живем. Они могут напечатать деньги и раздать их людям, которые уже богатые. Не замечательно ли это? И затем очевидно, что это обвиняет обычного среднестатистического человека путем инфляции. Обычные люди просто не понимают, что происходит с их деньгами. Они не видят, что происходит каждый день, как система их обкрадывает, как она грабит их богатство. И я очень, я очень, очень опечален этой ситуацией. И я надеюсь, что вы научились себя защищать через покупку твердых активов, таких как криптовалюта, как биткоин, и защищать ваше богатство. Потому что биткоин – это долгосрочная инвестиция на будущее. Биткоин станет деньгами. Это не только инвестиция. Биткоин станет деньгами. И как только это произойдет, вы просто пойдете в магазин, и вы просто спросите, сколько это в Сатоши. Вот и все. И у вас будет много Сатоши, если вы продолжите их копить. Это очень важно. Продолжайте их копить, и придет время, когда вы перестанете оценивать ваше богатство в долларах, и начнете его оценивать в биткоине. И вы увидите мир совершенно по-другому. Я всегда пытаюсь получить больше биткоина, а не долларов, потому что биткоин будет валютой будущего. И вы должны сделать то же самое. И как только вы это сделаете, то вам больше не придется бороться, страдать, вам не придется беспокоиться о том, будет ли у вас достаточно средств, чтобы выйти на пенсию, будет ли у вас достаточно средств, чтобы прокормить вашу семью, чтобы просто выжить. Смогу ли я исполнить свои мечты? Да, у вас будет эта возможность, потому что больше никто не будет красть ваши деньги. Больше никто не будет красть ваше богатство. Знаете, в Библии есть отрывок, который я читал, ну, уже довольно давно, и, честно говоря, я не могу вспомнить точную формулировку. Но, по сути, там говорится, что в будущем ваш работодатель вам заплатит, и вы положите деньги в сумку, и они выпадут со дна вашей сумки. Что это означает? Да, это просто пример с вашей работы. С инфляцией 25% в год потеряете 25% вашей рабочей силы. И если у вас одна и та же зарплата в последующие три года, то ценность вашей зарплаты просто урежется в половину. Просто наполовину. И это уйдет корпорациям. Это неправильно. Вот поэтому вам нужно поддерживать биткоин. Если у вас есть возможность получать зарплату в биткоине, тогда получайте зарплату в биткоине. Потому что если ваша зарплата уменьшится наполовину через три года, то ваше накопление в биткоине увеличится. И они увеличатся в противоположную сторону. Ваши накопления просто улетят с качками и рывками. Так как все больше и больше людей присоединяются. Потому что они понимают, что вот что им нужно. Итак, сказав все это, помните, что биткоин реальный. Биткоин здесь, чтобы остаться, и вы должны быть частью этого. Всего хорошего.